Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Ну вот мы посмотрели очередную передачу о конфликте исполнительницы шансона Любови Успенской с дочерью Татьяны Плаксиной. На этот раз программа «Пусть говорят» отправилась в Лос-Анджелес, США с тем, чтобы проинтервьюировать Татьяну Плаксину и еще раз услышать ее версию происходящего. И как мы понимаем, страсти по этому конфликту до сих пор не улеглись, страсти бушуют, и даже в самой программе этот конфликт был назван как конфликт года, хотя год вроде как только начался. Но не в этом суть. Основной интерес интервью представлял в том, что Татьяна Плаксина впервые вновь заговорила о конфликте с матерью после того, как она переехала в Соединенные Штаты Америки. До этого она отказывалась комментировать этот конфликт. Мы же поговорим о том, что происходило по другую сторону экрана, по другую сторону океана, а именно в московской студии, которая по этому случаю была собрана, и об ее главном эксперте Ирине Салтыковой. Правда, не совсем было понятно, по какой причине в качестве основного эксперта вывели Ирину, но там упоминалось, что она очень хорошо знает Любу, маму Тани Плаксиной, а также, что она сама мать и вроде как знакома с проблематикой дочерей и матерей. Зрелище это было, конечно, смехотворным и комичным. Не знаю, зачем Ирина Салтыкова явилась на Первый канал, да еще в качестве вроде как серьезного эксперта в виде престарелой работницы сферы интим-услуг, вышедшей на пенсию, но забывшей снять униформу. Это мини-юбка, натянутая до ушей, это куртежка милитари, перегидроль. В общем, короче, выглядело это не очень. Но внешний вид эксперта это все-таки не самое главное, а самое главное то, что эксперт нам говорит по тому или иному поводу. Но и тут Ирина Салтыкова не попадала в ноты, говорила что-то не в попад, и даже люди в студии исправляли ее и говорили, что дела обстоят совсем иначе, а не так, как она пытается их преподнести. Но один из примеров это когда Ирина Салтыкова говорит о том, что Татьяна Плаксина теперь проживает в США у каких-то тетушек, у какой-то тети, которая ее приютила, так как в Москве ей жить негде. И люди ей совершенно справедливо сказали, ну вообще-то она живет с отцом, и квартиру, которую показывали в передаче, это та квартира, где она проживает с отцом в Лос-Анджелесе. И каждый раз, когда кто-то из студии указывал Ирине Салтыковой на то, что она несет совсем не то, что надо, и несет какую-то отсебятину, путается в показаниях, Ирина отвечала, что она подробности не знает, за историей она вообще не следит. И это при том, что в студии она находится в качестве основного эксперта и кричит и размахивает руками больше, чем кто-либо другой. Но я думаю, стоит опустить тот момент, что в семье самой Ирины Салтыковой тоже не все так просто. Несколько раз было упомянуто то, что у нее бывают скандалы с дочерью, которая часто убегает из дома и выключает телефон с тем, чтобы Ирина не смогла с ней связаться. Также там не все так просто с мамой Ирины, которая может явиться в дом без предупреждения, открыть дверь своим ключом и начать шарить по углам, по шкафам. Это Ирина сама подтвердила. Но не будем об этом. Сейчас речь не об этом, а речь о Татьяне Плаксиной. И о том, почему же Ирина Салтыкова была приглашена в качестве основного эксперта. Ну, я думаю, прежде всего Ирине Салтыковой нужно время от времени заявлять о себе, так как творчеством там уже и не пахнет. 90-е прошли, ну, не во внешнем виде, а в работе. Новых хитов нет и, скорее всего, уже не предвидится. Не знаю, выступает ли Ирина Салтыкова с концертами. Скорее всего, да. Сейчас очень распространено в стиле ретро певцам из 90-х воскрешать свои старые хиты и с ними гастролировать. Скорее всего, это же делает Ирина Салтыкова. Но появление на Центральном канале также не помешает. Тем более, в таком резонансном деле, как «Скандал года», скандал между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной. Скорее всего, он будет еще продолжаться, так как успех ошеломляющий у этой истории. А может быть, кроме Ирины Салтыковой больше никто и не согласился участвовать в этом цирке от греха подальше. Потому как мало ли, что там еще произойдет. Мать с дочерью помирятся, а вы вылили уж от грязи на ту или на другую. Потом вы останетесь врагом номер один на всю жизнь. А с Любовью Успенской, как мы знаем, шутки плохи. Одни так называемые адвокаты и детективы сомнительного вида, которые также сидели в студии, чего стоят. Но главное не это, а то, что Татьяна Плаксина сама ответила всем этим экспертам, включая Ирину Салтыкову, сразу после выхода в эфир передачи на своем канале в Инстаграм. Она большими буквами написала, что не зависит материально от матери, а сама проживает свою жизнь, не получая никакой финансовой поддержки из Москвы. А именно в этом ее обвиняли больше всего. И, видимо, чтобы раз и навсегда заткнуть рот этим критикесам, этим экспертам, которые уж очень любят считать деньги, особенно чужие, Татьяна пошла на такой шаг и с несвойственной ей резкостью написала такой комментарий. Хотя, к сожалению, мне кажется, что критика будет продолжать литься в ее адрес, так быстро от них не отделаешься. Но, тем не менее, это был первый шаг. Продолжение следует.